МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в раздевалке Новокузнецкого «Металлурга». Команды, которой в этом сезоне звезд с неба не хватает, но при этом команды молодой, перспективной и амбициозной. Вот этот молодой состав, молодой тренер, которые каждое утро собираются здесь в раздевалке, ведут кропотливую работу. Задача быть не просто коллективом, который на равных может противостоять любой команде лиги, а коллективом, который может добиваться реальных результатов. Новокузнецкий «Металлург» – клуб основан в 1949 году. Домашняя арена – дворец спорта кузнецких «Металлургов». Наивысший результат в истории – бронза чемпионата России в сезоне 99-2000. За пять лет выступлений в КХЛ новокузнецкий коллектив ни разу не попадал в розыгрыш Кубка Гагарина. Без Кубковой восьмерки на Востоке Кузня рискует остаться и в этом сезоне. Последняя позиция восточной конференции в городе не радует никого. Уйти с последнего места не получается уже несколько месяцев. Причина даже не знаю, в чем. Может, где-то играем чуть похуже соперника. Даже не сказать, что похуже. Может, где-то получше. Может, где-то не везет. Как-то так. В каждой игре стараемся, бьемся, выкладываемся на полную. Стараемся радовать болельщиков. Может, где-то не всегда это получается. Но я думаю, они будут нас поддерживать всегда. Даже и в поражении, и в победе. Поэтому на каждый матч мы выходим заряжен и играем только на победу. Не все же сразу строится. Нужно время, чтобы команда поняла, что хочет тренера от нас. Только со временем все будет налаживаться. Сразу же ничего не может получиться. Так выйти, чтобы поменялись, сразу все начали команды выигрывать. Только все со временем. Как что делать? Терпение только работать? А что остается делать? Мы же не спустя рукава играем. Все равно стараемся. Молодость, она дает все знать, где-то ошибки детские, глупые. На мастерстве нас где-то обыгрывают. С опытом все приходит. Надо просто немножко подождать. Все равно когда-то настанет белая полоса. Это Захар Арзамасов. Защитник первой пары новокузнецкого металлурга. Один из ключевых хоккеистов. Ему всего 21. Признается, что в детстве никакого выбора, кроме хоккея, для него не существовало. У нас футбол, как бы уже тоже, в принципе, погибает, можно так сказать. Хоккей, вот единственное, что остается, сконцентрироваться на нем и детям так же. Кто ведет спорт, только хоккей, в принципе, и все. Арзамасцев говорит, играть при родных трибунах – это идеальный вариант. Но минувшим летом он решился на серьезные перемены. Принял приглашение Ярославского локомотива. Но после нескольких месяцев вернулся обратно. «Прициномку сразу начинал в Ярославле. То есть здесь я, как бы, уехал летом, сразу туда на сборы. И вроде сборы прошел нормально. Как бы, никаких претензий не было. Да и потом, поначалу сезона тоже никто ничего не говорил. Как бы, вроде сыграл где-то три игры там толком. Не особо много по времени. И потом пришел другой тренер. И я, можно сказать, забыл о хоккее вообще. И только тренировался. И понял, что дальше смысла нет там сидеть. И проще играть здесь по 20 минут. И сделал такой выбор, что, ну, как понять, выбор. Попросил обмены. За время отлучки Арзамасцева в «Металлурге» произошли серьезные перемены. У Кузни появился новый главный тренер. Теперь командой руководит Герман Титов. Человек для КХЛ новый. Его задача – вывести Кузню из подвала в турнирные таблицы. Когда я только заступил на этот пост главного тренера, то я сразу ребят собрал, провел собрание, сказал, что у меня будут играть не имена, у меня будут играть люди, которые хотят играть, которые выкладываются на тренировках на 100%. И я буду... И от этого будет зависеть, как ты тренируешься, как ты выполняешь тренерскую установку, тот будет играть. Чуть-чуть поменяли тактику, стали играть более агрессивно. Я вот только приехал, еще чуть-чуть вникаю в эту тактику. А так стали более агрессивно играть. И я думаю, сейчас мы должны привыкнуть к этой игре. И думаю, должны показать наш хоккей, который мы умеем играть. Вместе с Титовым в команде появился еще один тренер – Павел Таргаев. Тот самый, что когда-то выступал в национальной сборной. Здесь, в Кузне, он отвечает за работу с нападающими. В общем-то, было неожиданное предложение. Герман Михайлович позвонил мне и сказал, что команда ищет тренера по нападающим. И, в общем-то, раздумывать долго не пришлось. Я дал согласие, и вот я здесь. Ну, интересно работать, в общем-то. Команда молодая, и ребята... Очень много перспективных ребят, поэтому... Да, и помочь Герману Михайловичу хотелось тоже. Перспективный молодежь. Так, наверное, тут можно сказать едва ли не о половине состава. Но в этом сезоне очень ярко заявил о себе вот этот 18-летний парень. Илья Сорокин. С недавних пор он основной страж ворот Металлурга. Так ярко дебютировать на взрослом уровне дано точно не каждому. Работал, готовился, тренируюсь. Тренировать шанс дает, но должен стараться выходить, использовать. Вроде пока что-то немножко получается, что-то не получается. Как бы физики пока хватает. Ну, подсезонку неплохо прошли. Так что пока с этим более-менее проблем нет. На самом деле еще тяжело, когда-то обратно. Со взрослой молодежной команды приходишь. Первый матч это очень тяжело дается. А так, да, там больше все быстрее, скорости, ушление у игроков больше, быстрее. Да, тяжело дается. Впрочем, по ходу сезона многое изменилось. Сорокин окончательно выиграл борьбу за пост номер один у финна Ника Ховенина. Того в итоге обменяли во Владивостокский Адмирал. Но перед отъездом Ховенин говорил о своем коллеге Памплуа исключительно в положительных тонах. Илья очень талантливый парень. Видно, что у него есть отличная школа и прекрасные способности. Он может вырасти в большого мастера. Отмечу его спокойствие и хладнокровие. Даже в те моменты, когда у ворот становится совсем жарко. Впрочем, это сейчас на еще совсем юного вратаря надеется весь хоккейный Новокузнецк. Сам он в детстве мог выбрать совсем другой вид спорта. Но, судя по всему, не ошибся. Родился в Новокузнецке, потом в Междуречнице переехал. И там школа открылась, стадион построили только в 2000-х годах. Ну, как раз, когда надо на хоккейном записываться. Ну, и вот там отец пошел записал меня. Ну, и водили, дедушка, бабушка водили. Нет, там у нас сначала думали, конечно, горнолыжка, наверное, у нас там развита. Ну, а так даже не знаю. Вот это помещение называется блок команды. И здесь, на стенах, фактически вся история хоккейной кузни. Много портретов, фотографий. Вот если брать последние годы, то самым ярким воспитанником школы Новокузнецка стал, конечно, Сергей Бобровский. 35-й номер, здесь хранится его свитер. Но и здесь, в Новокузнецке, тщательно берегут свитер, в котором Бобровский фактически провел первые матчи на взрослом уровне в континентальной хоккейной лиге за кузню. Уже потом Сергей уедет в Северную Америку, а год назад его назовут фактически лучшим галкипером мира. И он будет считаться едва ли не железным кандидатом на поездку на Олимпиаду. И здесь, в Новокузнецке, есть еще одна реликвия. Вот он, игровой свитер, в котором Бобровский и стал лучшим галкипером мира. Здесь есть его именной автограф, ну и, конечно, фамилия на спине. Так что у молодых воспитанников школы Новокузнецкой, конечно, есть яркий пример, как нужно попадать в большой хоккей. Теперь Бобровский из Огайо присылает на родину вот такие подарки. Для меня это как идеал благодаря его, как любовь к хоккею, его преданность, его вот эта вот работоспособность, как он отдается по полной всегда. Итак, Сорокин вытеснил из ворот легионера Ховенина. А вообще, с приходом на тренерский пост Титова, команда рассталась еще и с другим финном, двухметровым форвардом Марка Антила. Это было тренерское решение. Мои концепции игры, я не вижу этого игрока. Просто, может быть, эта команда не для этого игрока. Так много бывает, много таких случаев, примеров. Потому что в одной команде ты можешь плохо играть, ну, как в другую команду поменяешься, ты заиграешь. Поэтому здесь ничего личного, просто я как бы в видении своего хоккея я не вижу его в своей системе хоккея. Таким образом, из финской диаспоры Кузни остался лишь один представитель соседней северной страны. Чемпион мира среди юниоров, он немало поиграл за свою национальную команду Тука Мянтеля. Когда-то он выступал за нефтехимик, потом возвращался домой, с этого сезона вновь в континентальной хоккейной лиге. Разница между хинской лигой и КХЛ, конечно, очень большая, особенно для меня. Там, в прошлом сезоне, я играл в финале. В этом году такого здесь, видимо, не получится. Но мы все равно будем стараться сделать максимум. Другой видный легионер — это Раймон Жеру, когда-то поигравшему в Акбарсе, Скай и Тракторе канадцу, сейчас 37. Он на год уезжал в Швейцарию, но этот сезон вновь начал в нашей лиге. Он один из немногих канадцев в КХЛ, кто понимает русский язык. Но интервью предпочитают все же давать на английском. Если люди говорят небыстро, то я, как правило, все понимаю. Особенно то, что касается хоккея. Ну или, скажем, сделать заказ в ресторане тоже могу. С этим никаких проблем. Получается и самому объясниться. Но все же иногда людям приходится домысливать, что я имел в виду. Поэтому интервью лучше на английском. В Швейцарии уже Ру дела не пошли. Там он отыграл только полсезона после окончания локаута. И летом принял решение не заканчивать карьеру, несмотря на то, что дома в Антарио его ждут трое маленьких детей. Спокойную альпийскую страну он сменил на индустриальный Новокузнецк. Я люблю играть в командах из небольших городов. Здесь связь с болельщиками ощущается иначе. Мне нравятся местные фанаты. По мере возможности всегда стараюсь уделить им внимание. В общем, адаптировался без проблем. Вот только местного металлургического комбината пока не видел. Но, может быть, после Нового года выберемся посмотреть. Вот они, болельщики, о которых и говорит Джиру. Последний аншлаг в Новокузнецке датирован прошлым годом, когда в гости приезжала магнитка во главе с Малкиным. Но трибуны здесь всегда заполнены как минимум на две трети. Несмотря на частые поражения, на стадионе всегда позитивная атмосфера. Талисман Йети заводит поклонников металлурга. У магазинов атрибутики всегда немало желающих приобрести что-либо с символикой кузни. Родители приводят детей посмотреть на металлург. Здесь верят, что черная полоса неудач закончится. Поговорка «после дождя всегда светит солнце» точно передает атмосферу в Новокузнецке. Новокузнецкие хорошие болельщики. Любят команду и поддерживают нас даже в нашей непростой ситуации. Все равно поддерживают, стараются что-то делать, что-то там организовывают. Очень им огромное спасибо за это, что поддерживают нас. Если бы их не было, то мы бы вообще, наверное, сдулись бы все. А так мы продолжаем, мы хотим их радовать. У нас пока, может, где-то это не получается, но в каждой игре мы стараемся их радовать. Нынешний металлург в этом сезоне сыграл много матчей, словно под копирку. Команда легко может повести в счете в несколько шайб, но в итоге проиграть. Домашний матч с чемпионом, московским «Динамо» из этой серии. 3-0 к середине, но в итоге поражение 3-4. Молодые как бы испугались, повели в счете, даже сами, наверное, не поверили в это. И начали где-то вот играть в откат. Потому что первый период мы играли в свой хоккей, давили, как бы прессинговали, а потом начали в откат на удержание счета. И как всегда у нас это не получилось, и в итоге такой результат получился. Эта команда, почти никто не играл в КХЛ. Нет опыта игры в их КХЛ. Поэтому то, что мы повели у «Динамо» 3-0, некоторые ребят просто испугались. Как у «Динамо», которая два последних года выигрывала кубок Гагарина. И 3-0 где-то вот. Ну, конечно, и физически мы маленько подсели уже в этот момент. Потому что все-таки, вы знаете, «Динамо» все-таки одна из сильных по физическим кондициям команда, которая может играть все три периода в одном темпе. Мы пока этого не выдерживаем. Но я буду, я хочу, чтобы так, я вот наподобие «Динамо» хочу создать такую же команду, молодую, задорную. Потом на выезде Кузня и вовсе обыграет чемпиона и вообще удивит многих серий побед. Тех самых, через которые Герман Титов и строит новую команду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok